Виктор Михайлович, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Анна. Виктор Михайлович, вопросы пока подождут. Первым делом хочу вас поздравить с профессиональным праздником. Пожелать, конечно же, чистого неба, как и на вашем жизненном пути, так и над взлетно-посадочными полцами. Признание вашего труда, крепкого здоровья. Ну и, пожалуй, удачи во всех ваших делах и начинаниях. Спасибо вам большое. Итак, расскажите нам вначале, пожалуйста, вот сколько уже лет отдали этой профессии? И вообще, с чего все начиналось в вашей жизни? Все начиналось еще с моего детства, так как мой отец был военным. Он был связан с авиацией. Я еще понимал об этом с детства, так как был у него на рабочем месте, где выполнялись полеты, и хотел поступать на летную профессию. Я уже понимал, куда я шел, на что соглашался, и решил стать диспетчером. Поступил в Киргоградское летно-штурманское училище, которое закончил в 1977 году. И с 1977 года, по настоящее время, я связан со службой воздушного движения и работаю в службе воздушного движения. На данный момент это где-то 39 лет. Ну, очень большой срок. Я так полагаю, что за этот период наверняка были какие-то неординарные, может быть, даже экстренные ситуации в вашей работе? Были нести ситуации экстренные. В сложной метеорологической обстановке, когда у экипажа отказывали локаторы на борту, нужно было помогать экипажу. Были разные случаи. Но Бог миловал более таких тяжелых. А такие нештатные ситуации были и не раз, можно так сказать. Ну и вот каково это? Расскажите по ощущениям. Что испытывали в тот момент? Или, может быть, чувства вообще отключены? И работает только холодная голова? Первое, когда мое чувство было такое, когда я попал в стрессу, в ситуацию, было вот как холодный душ. Тебя окатили в холодную воду, и язык онемел. Потому что только сюда нужно было что-то говорить. Потом, когда входишь, начинаешь работать, и это уже начинается твоя обычная, обыденная работа. И вот такая стрессовая ситуация, но ее нужно просто перебороть. Это приходит с опытом. Расскажите, пожалуйста, ну вот сегодня в Гомельском филиале белой аэронавигации сколько работает авиадиспетчеров? Специалистов на данный период работают у нас 23 человека, и плюс еще один молодой, вот только пришел специалист, выпускник Белорусской академии гражданской авиации, который еще не является специалистом, а является только стажером у нас. Общая численность, наверное, составляет 24 человека. Ну, я так понимаю, что все эти сотрудники работают в круглосуточном режиме, так? 24 часа в сутки в любое время, в любую погоду мы работаем. Виктор Михайлович, скажите, а вот в этом году авиадиспетчерам приходилось ли давать разрешение на экстренную посадку? Нет, в этом году не было такого на экстренную посадку. Но случай, могу, такая вот нештатная ситуация, у нас было года 4 назад рассказать, это шло воздушное судно, чартер с Москвы, вроде нас не касалось, на Бухарест, румынский борт, и доложил в московской зоне о большом расходе количества топлива. Нужна была экстренная посадка. И экстренная посадка была произведена в Гомеле, были подняты службы аварийные, все нештатные ситуации. Была произведена посадка. После зарулия на перрон и проверки оборудования выяснилось то, что был сбой простого компьютера. Все было на борту нормально, но был сбой компьютера, и данные о топливе на борт поступали неправильно. Пилот, информация о пилоте поступала неправильно. Это была, можно сказать, не штатная ситуация, потому что были задействованы все службы аэропорта, чтобы борт произвел посадку благополучно. Виктор Михайлович, скажите, вот если говорить в целом, что собой представляет сегодня гомельский филиал Белая аэронавигация? Общее число работников филиала, я точно не сказать, но приблизительно могу это сказать, это где-то 380 человек, где-то столько работников нашего филиала. И все службы, которые тут находятся, их всего для воздушных судов 12 служб. Ну что же, Виктор Михайлович, спасибо вам огромное, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Спасибо и вам. Пользуясь случаем, разрешите поздравить своих коллег всей нашей Белой аэронавигации с праздником, с Международным днем диспетчера, так же, как он является международным днем всех диспетчеров, которые связаны с этой профессией, и пожелать молодым специалистам, которые приходят сейчас на нашу смену, чтобы было всегда количество взлетов, должно совпадать всегда с количеством посадок. Удачи им.